здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас шестая беседы из цикла ответы на вопросы здравствуйте грибоведы здравствуйте и первый вопрос весна приближается и начались вопросы про живность валерий корсун спрашивает много ли клеща в ваших местах по-разному есть такие в лесу участки где клещей очень много а есть такие где вообще нет ну вот например в сосновых лесах я так это сидеть внизу бог или голки и на соснах тоже особо-то не разбежишься вот там мы практически никогда не ловили клещей а вот в лиственном лесу особенно когда продираешься сквозь чащу маленьких лиственных деревьев вот там уж точно через кусты вот ива ольха вот это в траве иногда высокой очень много клещей но опять же они такими какими-то азисами то есть не так все сплошняком клещи и все а вот где-то есть а где-то нет ну за за сезон ну где-то штук по 10 то друг друга снимаем да штук по 10 снимаем стараемся это же вообще очень много ну чтобы не куски ну а что делать-то клещей бояться в лес не ходить не ну как снимаем они не впились они просто на ползают на одежде раз и и это а потом чувствуешь когда допустим на теле тоже будет по пол ну где-то вот ну случаев 10 за сезон такое бывает иногда бывает что и сцепится собака дело в том что клещи сначала прежде чем пицца в человека они часа полтора час точно ползают ищут место вот за это время если ты слышишь что по тебе кто-то ползет вот их и и надо бы снять но иногда бывает что когда-то там жарко очень или еще чего-нибудь не сразу поймешь что клещ ползет он бывает спивается но продается в магазинах золотоваров специальные такие как бы клещевыкручиватели клещевыкручиватели они такие маленькие ими очень быстро и легко снимается ну лучше да лучше конечно не допускать ну бывает вот так что бывает да и очень неравномерно так герасим слюсарев спрашивает но даже не спрашивает а делится советом не дай бог перед выходом в лес пользоваться парфюмерией мой сзади диктярным шампунем в мешке замачиваю одежду с репеллентом рифтомидом тот кто ловил клеща меня поймет вот очень ценное замечание вот чем интересно вот такой поделешь опытом что у людей свой опыт да со всей со всего мира можно сказать как они борются вот пожалуйста будем иметь в виду будем иметь в виду да кстати пузырек этим с рифтомидом есть надо бы попробовать да мы обрабатываем и одежду вот перед выходом в лес обрабатываем одежду что обратно обработанной ткани клещ долго не ползать он или отпадает в общем что-то ему не нравится очень а вот я бы еще хотела герасима спросить у него написано замачиваю одежду может быть все таки не замачиваю потому что в моем понимании замачиваю это погрузить в жидкость да может быть он обрабатывает и в мешке она у него хранится ночью герасим ответьте пожалуйста как это поподробнее вы делаете не нарахова спасибо вам за интересные очень исчерпывающие рассказы и ответы на вопросы а чем эффективнее спасаться в лесу от кровососов вот по вашему мнению мы спасаемся от кровососов в основном д этой и причем мазью почему не разолим потому что там больше воздух уходит чем на тебя это первое второе они очень неудобно таскать собой вот и мало того что это и мало того что мазью так еще и детской есть детская бета это еще советских времен идет и вот как показала практика очень хорошо работает и никаких вот во первых и запаха практически нет и комфортно себя чувствуешь не надо вот там нет такого масляного прям какого-то жирного ну и потом это да это она может быть короче ее действие но она приятнее как так на коже это как бы долгими годами вот вот это выбрали и пользуемся очень хорошо и комаров отгоняет молодец но детская она конечно короткого действия она более безопасно но ненадолго если начинает кусать так снова намажешься да вот и все пузыречек маленький его намного проще таскать чем баллончик с аэрозолем там не столько на кожу попадает сколько в легкие евгения старожок у меня вопрос а в украине вашу книгу можно купить или только в россии живу я в харькове ну я так думаю что в украине вряд ли можно купить потому что и в россии тоже не везде можно купить а что касается харькова если есть такая возможность напишите мы пришлем вот но тут ситуация какая что книга поступает в основном в сеть вологодской области есть такая книжная сеть питер пен занимается еще распространением издательства порт апрель вот и был в интернет-магазине читай город вот ну кто-то сейчас сообщал что-то по купили последнюю книжку читай города ну в читай городе ну издатель издательства до пришлет может быть вот еще как происходит мы высылаем по почте вот недавно отсылали в белоруссию вопросов тоже не никаких не было за восемь дней дошло и вот и во время вот этой отсылки в белоруссию я специально спросил на тему а как в украину да горит берем но большое количество жалоб идет то посылка не доходит то ли это она вскрывается и пропадает часть вложения или даже был горит случай подменили вместо одной вещи по ну по какую-то старую засунули я не думаю что наша книга пользуется вот это вот это это говорили вот работники почты так чтобы мы вас предупредили а уж на свой страх и риск так что наверно можно да ну на может быть подумать о другой какой-то системе перед вот может просто книга почты но единственное еще вопрос что за границу очень дорого но вот в белоруссию допустим это было одна только пересылка была дороже книги в два с половиной раза вот что да точно так же как и в автор вот в авторе отсылали то же самое что дороже книги вот в больше чем в два раза дело в том что вот там когда белоруссию отсылали он сразу попросил этот товарищ несколько книжек четыре штуки четыре штуки вот тогда как-то вот как-то не очень дорого получается а четыре вроде как еще ничего вот ночи вот про украину вот такая история что почтовые работники вот предупреждают о возможных эксцессах мы сейчас тоже в разуме нет непонятно хорошо так что евгения думаете решайте сами и вот она же евгения задает второй вопрос часто говорят что травятся грибами опытные грибники именно опытные но вы всегда пробуете елена не боитесь нет только когда полностью уверена что это гриб не ядовитый вот тогда я пробую да он может быть горький но не ядовитый и съедобный может быть там жесткий а галерину так уж я не пробовала на вкус это точно ну вот это это один момент второй момент это же идут съемки с рассказом об этом грибе и на для съемки это вот осуществляется когда камера не включена конечно чем пробовать мы так знаем а когда рассказываешь конечно надо показать что вот вот ну про вкус обязательно сказать вот близните бывает такое что близну пони понял что вон оно кажется что совсем так как думалось да 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 это очень важный момент иначе что бывает или даже так что гриб должен быть горький ну допустим млечники да вот горький все почти а человек лежит и говорит ой нет он не горький а значит что то не то значит вы неправильно определили этот гриб и поэтому вот как понюхать обязательно бы привод при сложностях а в определении запах это очень хороший признак для определения гриба так что пробуем только те которые знаем и только на камеру почему-то всегда судьба такая но кто в кадре тот и пробует дядя димыч спрашивает расскажите пожалуйста о необычных случаях с вами в лесу наверняка за столько лет лесных походов что-нибудь да случалось с вами грибного вам года привет из сибирской тайги представляете конечно не сибирская тайга но случалось случалось и постоянно что-нибудь случается ну например вот был такой у нас случай совсем близко от дороги мы ехали деревню решили остановиться что там растет а время то было уже такое ну сумеречь вот сумерки тут рядом дорога это посмотрим поедем дальше вот и я осталась близко к дороге и хорошо кстати и вдруг вот я чувствую что прямо как говорят мороз по коже это точно и ощущение даже сейчас страшно вот и ощущение такое что кто то есть есть я сразу кричу коля поля давай выходи скорее сама туда к дороге быстрее вот он тоже испугался и вот потом он рассказывает что и он тоже почувствовал ну прям как в стену так раз уперся и такой вот тяжелый тяжелый взгляд и волосы сразу дымом то есть вот эти системы древние безопасности у человека резко значит какой-то был зверь скорее всего да и вывод быстро быстро ну как-то не быстро не показывая что и сильно то испугались но быстрее быстрее к машине и вот ушли и что интересно что вот и он и я одновременно мы почувствовали в разных местах мы друг друга не видели и трудом слышали примерно почувствовали вот это ощущение волосы дыбом ну и все быстрее ушли да ну ну был еще случай когда вот с дочкой с леной подошли к разу к растерзанному лосю вот ну когда шли не поняли слышали кто-то убегает ну ладно мало ли в лесу кто бегает ну там смотрим о лось растерзанный ну мы к нему стоим а в кустах буквально там ну в 15 метрах что-то стали ветки прямо хрустеть ломать все или надо побыстрее отсюда мотать дело в том что вот у медведя есть такое вот когда он начинает ломать ветки вот это это такое последнее китайское предупреждение что делать вам тут нечего вообще тоже как-то быстренько быстренько с того места ушли то есть ну страшненько да ну еще что ну было прям возле деревни ну не дождя деревню до 100 метров наверно у 200 встретили медведица с медвежатами ну она там да она то старая сразу метнулась в кусты а эти сели как собачки вот и в такими такие любознательные так вот это очень как-то неприятно это много можно сидеть байки байки долго лена теперь вопрос от меня расскажи как нашла потеряла и нашла сережку ну пожалуйста ну это вообще мистика потому что я ходила по лесу но это в общем то не так далеко от города ну какая разница по лесу потом сама машину садится смотрю да потеряла сергу но у меня такие серги были деревянные и они цветом красивые такие вот и они ничего парня все смело второй сергал что делать потеряла а потом на следующий год мы с нашим на следующий год через год мы с другом там ходили в тех краях и он говорит подошел к какому-то месту и она не блестящая не светлая и что-то как-то так даже не знаю говорит наклонился что-то вроде как лежит и разгреб траву а там это серьга и он и говорит он смотри что я нашел моя сережка она пролежала год немножко облезла конечно но тем не менее вот в лесу через год деревянную маленькую серебру нашел человек мистика ну а ну таким же образом ножи ну там еще ножи потерянные то есть потерянный нож и потом его находили даже был случай вами же потерянный или чужой нож потерянный компас тоже был а у меня был случай который вообще не поддается никакому объяснению вообще я потерял нож в одном из лесных массивов вот ну поискали поискали не нашли я ну как ходишь ну обычно как грибы нашел за это воткнул ножик в землю пока то все потом поднялся ушел и встрепенулся о ножа то нет елки пау где же войска ну ладно потерял и потерял уже смирился а это был подарок и вот поехали в лес в другой в другой совсем лес уже где-то наверное да даже может больше недели вот остановились остановились машина все пошли и прям на тропинке такая начинающийся этот муравейник и в муравейнике лежит такая золотяшка как конфеты кто-то ел и золотяшка такая я так про себя вот надо же муравьи на новом месте начинают муравейник и в основу положили золотинку надо убрать беру эту золотинку батюшки а это ручка моего ножа она блестящий такой наборная ручка подарок из югов прислали мне привезли вот это вот вообще до сих пор я не могу понять потому что потерян потерянно был в одном лесу совершенно в другом а в этом лесу найдено но как он мог туда попасть ну не муравьи принесли правильно было даже такое может быть типа сорока любит блестящие вещи она взяла несла 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 клювом и уронила а мы именно в это место уроненного ножа и приехали да это вообще невозможно вот так что такая мистика это просто да ну лес это мир загадок тут столько всего хорошо катерина волга уважаемые грибоведы видела ваше видео о жарке на углях грибов зонтиков знаю что они прекрасны в сушеном виде а можно ли их солить мариновать или делать грибную укр на зиму или этот гриб не подходит для подобных заготовок а если подходит то как получается вкуснее заранее спасибо честно скажем мы не пробовали не солить не мариновать зонтики но из литературы знаем что вроде маринуют мне кажется что у сонтик не очень вкусен будет потому что сварить его надо чтобы замариновать когда мы варим из зонтиков суп я варю вас в основном и сушеных зонтиков а вот из свежих и сырых но не какие-то к виллы вялые получаются некрасивые раскишные кажется что солить смысла нет либо всяких много растет а мариновать ну не пробовали не знаем и желание не испытывали вот ну как маринуют не раскрывшиеся вот эти шарики но шарики они большие они же огромные в какую банку это надо засовывать наверное какая-то должен должна быть какая-то другая технология ну есть что маринование на на зиму и есть маринование сразу поесть да для на банкет вот так селедочку замариновать красоту да 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 если вот чтобы сразу поесть то может быть да вот эти шары как-то можно приготовить но читали мы у владимира у михаила вишневского вот что он делает ну как бы рекомендует мариновать там есть какой-то но сами не пробовали то что шариков найти тоже из шариками какая сложность сбор шариков мало ли чем хотя вряд ли зонтик пестрый очень трудно чем-то они очень когда крупные ну вот так что не делали а вот суп из сушеных зонтиков ой как вкусно аромат стоит такой что соседи давится слюной ирина дядечко еще раз хочу поблагодарить вас за то что вы делаете из множества других каналов на ютюбе именно ваш смотрю регулярно ваши фильмы всегда наполнены теплом и уютом в этом выпуске вы упомянули зеленушку так вот хотелось бы узнать про нее подробнее я знаю что ее в наших местах собирают но сама никак не могу решиться а теперь еще начиталась что ее отнесли к ядовитым и она вызывает раб доме о лиз что вы думаете по этому поводу еще раз наберусь смелости предложить вам идею путешествовать по разным регионам и делать фильмы про местные грибы что касается зеленушки дело в том что было несколько случаев смертельных на юге франции но ничего не пишется и не говорится о тех люди из какой они местности рода и как и раз и потому что например некоторые народности вообще не грибы у них даже нет фермента для переварить что легко ходить вот у нас на севере живет народность так что не все народы едят грибы и хотя там много их растет вот поэтому мы знаем что там было из кем во во-вторых вот это проверяли ученые китая и японии и они там многократно проверяли зеленушку на наличие вот таких вот ядов ничего не нашли ни да ни нет у нас в россии и в америке вообще не зафиксировано ни одного случая отравление вот поэтому судя потому как вот скажем черный груз считают тоже ядовитым что что-то ощутить надо съесть его за раз 30 килограммов это нереально для нас только не съесть а те случаи которые зафиксированы там было такое что люди ели зеленушку несколько дней подряд больших количества то есть какое-то сумасшествие там было вот дело в том что вообще зеленушка считается сверх ценным грибом и ее даже не разрешалось простолюдином только рыцарем и дворянам да это в европах ну это в европах то такое было ну и вот этот сверх ценность наверно передалась сейчас и люди нашли и сразу с ума сошли до стали вот при потреблении в больших количествах на протяжении нескольких дней страшно ну страшное заболевание у некоторых появилась вот это заболевание но это разрушение мышечной ткани и она разрушается выходит через почки короче ужас значит первое это мы не знаем какой национальности были эти люди на юге франции и вообще они могут ли они вообще переваривать ну исследовать да исследование на этом не акцентировала внимание никаких сведений нет во вторых вот то что ученые о китае японии еще и еще раз проверяли зеленушку ничего не да не нет не могли ответить на то что в америке ни одного случая и в россии ни одного случая не зафиксировано но в россии то ладно там может просто не обратились а милики наверно зафиксировали бы поэтому мы попадется собираем ну опять же без фанатизма ну что ну поели сумасшествие это не стоит устраивать у нас и не растет столько зеленушки тела спросить что много не бывает и у нас так не бывает ну сковородку съешь так наверное не умрешь на двоих троих не но мы солили да вот соленый видишь шикарный гриб но опять же много его не съешь так что можно сварить пожарить там посолить много не съешь и второе послание от ирины дядечком думаю что можно приезжать в гости к подписчикам у которых уже есть свои грибные места искренне желаю вам все же начать делать такие поездки и процветание вашего дела поэтому приглашаю вас в гости к себе ирина напишите где это вы живете и куда это к вам поехать мы дело в том что до сих пор еще не объединили даже все места череповецкого района и мы вот так посчитали как-то раз тут надо было посчитали что у нас примерно 3600 квадратных километров наших угодий наших угодий а ведь грибной сезон невелик а во время грибного сезона несколько дней и поэтому тут вот просто просто не успеваем честно скажу наших угодий их нам мест уже были да 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 мы знаем мы были знаем вот там можно вот сколько еще раз 3600 квадратных километров на самом деле это немного и ну все вот в сибири охотничий участок надо на охотника вот выделят когда лицензии там у него где-то квадрат 100 на 100 километров это 10 тысяч квадратных километров так что нормально смотря с чем сравнивать мы в европейской части живем так что у нас поменьше угодит масштаба не так вот чтобы объездить у нас не хватает время а потом чтобы поехать куда-то это только канители это же надо ой прям даже трудно даже это представить что нужно это надо ехать это в незнакомые места встречаться это неделя как минимум и потеря потеря этого вот для своих каких-то ну да а когда грибы растут там каждый день на счету вот нужно конечно жажда есть будем следующий вопрос фамилию мне не прочитать овет его зовут думаю что это он здравствуйте скажите можно употреблять грибы в пищу если они выросли рядом с ядовитыми грибами конечно можно конечно можно страшно человеку ну сразу говорил что мы разрешаем и ну таких да таких не не обнаружено вот заражение токсином допустим среди съедобного гриба если рядом стоящим там той же бледной поганки не происходит ничего уж если белые если а если красные мухоморы ткани они вообще они вот вместе с белыми иной раз растут у них вот какие-то совместные грибницы ну как-то совместно как ну вот ну вместе прям на одном месте да на одном месте такие встречаются так что никаких переходов токсинов через грибниц не обнаружено ни поверху не понизу даже в одной корзине среду полежали это ничего не будет лучше этого не делать ничего не страшно ольга афонина уважаемые грибоведы спасибо вам за ваш большой труд за интересные познавательные фильмы у меня к вам такой вопрос когда делаешь холодный засол млечников при повторной закладке грибов через день или два досаливать ли последующие слои грибов и как не пересолим но если на взгляд солите то ничего хорошего тут ждать нечего потому что можно не досолить можно пересолить этим пользуемся потому что сразу ведро не засулишь или бак поэтому добавляешь чего-нибудь как-нибудь для этого надо грибы отмочить отжать помыть естественно отжать и взвесить и соответственно тому весу рассчитать количество соли мы кладем где-то 50-40 грамм на килограмм отмоченных грибов ну и когда рассчитаем количество соли вот эту вот соль нужно тоже отмерить каким образом взвесить или ложками как у вас получится и равномерно посолить новый слой грибов новый слой грибов а то естественно грябочку положить потом загнетку потом ну короче от отмоченные грибы взвешиваем отмечать отмеряем соль в отдельной посуде смешиваем грибы с солью и закладываем смешиваем потом слоем в этот в этот в это ведро если просто грибы туда без соли так что получится если мы отмерили все как положено предыдущие но количество грибов увеличивает а количество соли ведре остается прежним в результате что получится наоборот нет не до сол вот на глаз ну можно просто ошибиться и лучше не надо много раз пробовали на свете давно живем грибы заготавливаем тоже давно естественно что вот на взгляд на глаз получается я уже замечала когда в маленькой посуде пересолишь когда большой посуде не досолишь а вот как еще потому что вот такое у нас так устроено зрение кажется что вот мало мало соли было побольше надо и для этого для того чтобы получать гарантированный результат надо использовать весы все вот мы определились для себя что вот этот диапазон соли от 40 до 50 грамм вполне достаточно для того чтобы и грибы были вкусные и хорошо хранились потому что когда меньше они могут закиснуть они может быть вкуснее будут но они могут закиснуть и не будут не так долго хранить когда больше но уже пересол конечно придет приходится вымачивать там и тогда говорите вот так что добавляем конечно соли обязательно но полмерки но позиция циник спрашивает у меня к вам такой вопрос вы в своих материалах про заготовки даже в случае появления плесени при долгом хранение грибов просто промывайте продукт либо обновляете загнетку на ютубе я столкнулся натолкнулся на лекцию вишневского где он категорически запрещает употреблять такие продукты даже повторной обработки после повторной обработки здоровье нынче дорого стоит но и грибочки жаль что вы можете сказать привет вам из иваново мы можем сказать что мы такие грибочки употребляем это делаем потому что это традиция дело в том что раньше грибы грибов солили много бочками ну что раньше это как раньше сейчас 200 лет назад это вот сейчас это вот родители например многих грибников которые жили раньше в деревянных домах они естественно погребили под яхомню это же это не угощение это не деликатес это не баловство это еда поэтому там плесень в общем-то и могла появиться особенно к весне и бывало и бывало и много раз было такое вот если мало ли чего там появится плесень снимает загнетку эту тряпочку если мало промывает тряпочку если много новую кладут снова загнетают если воды мало добавить водички соленой но во всяком случае плесень присутствовала много много где не только в грибах но и квашеная капуста или там соленые огурцы или моченые яблоки даже даже такое есть такое понятие как мытье кружков да пошла кружки мыть от чего мыть то кружки а потому что вот когда кружком придавлено сверху гнет все равно какая-то вот пленочка есть вот это от отмывается делается но это вот народ вот таким образом мы езж видели читали эту как эту лекцию смотрели да ну вот такое ощущение что ну народ как-то жил все эти века и наверное это вредно но насколько вредно не понятно здесь еще ведь важный момент какой а какие виды плесени вот там образовались образуют да ведь этих микроскопических грибов плесневых гигантское количество среди них есть вредные а среди других есть и полезные те же европейские сыры ну ладно ну сыры и плесень даже в магазинах продают и никто не говорит что они плохие но поэтому все философские для того чтобы у нас не росла плесень уже когда перекладываем смачивая водкой я в этом году была водка смачивала и тряпочки в баках когда грибы солились конечно там плесень уже нет или очень мало но это как это если водки не жалко то можно в общем вот такая вот такой взгляд на эти вещи вот ну наука конечно не стоит на месте что-то выясняет изучает ну вот слава богу пока мы живы вот интересный вопрос андрей кульжик спрашивает какие грибы нельзя употреблять с алкоголем расскажите пожалуйста самый первый это навозник сиры это уже точно совершенно вот потом говорушка булавонуга я и город говорушка перевернутая но их и так-то не больно заедят конечно тоже не стоит употреблять с алкоголем и еще чешуйчатка обыкновенная ли чешуйчатка чешуйчатая тоже при употреблении с алкоголем может вызвать опять же может вызвать потому что есть такие сообщения что иногда вот она дает такую речь а это не дает причем исследования показывают что они понятно какой там активное вещество ну непонятно да а вот вот этот серый навозник да это стопроцентно работает его вот как раз используют в качестве отворотного зелья вот от алкоголя отворотно раньше говорили но я не знаю сами мы не проверяли потому что люди не пьющие но крестьянки раньше подсыпали порошок вот этого или варили его и жарили и во время например летних работ к и когда навозники растут давали своим мужьям и это такое стопроцентное средство что алкоголя не стоит употреблять чтобы я хотела чем бы закончить какой бы был последний вопрос на сегодняшний день красная вишня вы так уверенно разбираетесь в грибах у вас специальное образование и любимая помидоренко спрашивает вот тоже хотела задать этот вопрос но тем не менее снова спрашивают нас нет специального образования я по профессии музыковед и филолог а николай психолог вот по образованию вернее если судить грибами занимаемся мы смеемся вдвоем больше ста лет если собрать наш грибами все вместе сначала просто интересно было а потом как-то вот стали изучать и чем дальше тем сильнее залезаем и приходим к воду что тема очень обширная совершенно не изученная до сих пор там какие-то невероятные открытия в этой сфере происходят у нас интересно не столько научно сколько практически наверно да и свой канал тому затеяли для того чтобы людям свои знания передать объяснить что очень часто бывает такое что столько грибов вокруг растет столько хороших грибов а люди не знают и не собирают собирают какие-то ну грубо говоря поганки которыми травятся то есть те грибы которые ядовитых тоже надо хорошо знать в лицо был вопрос что это я все пробую я не буду поганки поганками называют все что не знают все называют поганками я не буду ядовитые грибы пробовать это точно но для того чтобы это знать надо все всех сторон да прочитать и в интернете и вот мы задумали свой сайт и свой канал тоже для этого чтобы поделиться тем что знаем с людьми а специального образования нет есть просто огромная любовь к этому делу так много прочитанного и изученного полупрофессиональное хобби я вот сейчас мы сейчас заканчиваем вторую книгу и грибов например те которые съедобны сравнивается с теми которые не съедобны или ядовиты я столько всего перелопатила столько всякой литературы столько в интернете на смотри я прихожу к выводу что вот эта тема и не разработана можно сказать и некоторые вещи да и вообще никак не освещены и приходится вот буквально самому что-то придумывать на свой страх и риск придумывать лена нет не придумывать вспоминать я что делаю я беру свои фотографии а у нас на каждый гриб в сайте там от 30 до 60 фотографий но это только те которые опубликованы а бывает что один гриб там 500 фотографий и рассматриваю внимательно вот и вспоминаю как вот этот гриб вот какой на запах какой на вкус на ощущение на ощупь а внимательно внимательно рассматриваю фотографии с большим увеличением чтобы вот понять вот какие тонкости у этого гриба нюансы да 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 сравниваешь со всех сторон вот и и выяснили очень интересно что о некоторых нюансах нигде не написано большинство сайтов сети свои друг друга да даже знаешь и вот это вообще поразительно что у некоторых вот мы-то увидели а потом смотришь а другие а другие не видят это вообще потрясающе ну вот и как-то хочется обратить внимание людей что вот вот тонна и это и вот это на это и надо смотреть для того чтобы сравнить вот это все так что надеюсь все таки и вот такую тему тоже взяли специально чтобы как-то осветить еще раз повторю что мы уже полупрофессионалы практики с огромным грибным стажем у нас масса фотографий масса видеоматериалов свой канал на ютубе свой сайт и стараемся рассказать все что знаем о грибах другим людям самое главное на протяжении всего этого времени вы продолжаете изучать читать конечно очень даже много если хочешь что-то узнать начни учить другого это про нас это про нас спасибо вам огромное до свидания Леночка Николай до свидания зрителей до следующих встреч до свидания до свидания всем задавайте вопросы будем на них отвечать ну а сегодня прощаемся с вами всего хорошего у Субтитры подогнал «Симон»